я только что в пробежке и только на канале кого-то перекос пошел сторону гирь хочу напомнить о беге мое мнение среди всех видов активности которыми я занимался сейчас батареи может не хватить бег стоит на первом месте все остальное хорошо интересно но как дополнение самое простое что мы можем сделать для себя это начать бегать на втором месте я ставлю ходьбу но это при условии что у вас трудности с бегом лишний вес какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом а так бег вот смотря на свои тренировки все хорошо в гирях например и аэробная нагрузка и силовая но это совсем другого вчера у меня было 60 минут тренировки с гирями а сегодня полтора часа бега и ну нет гири в такой нагрузке как при беге на сердце на дыхалку то есть я сейчас бежал на пульсе 130 140 так сказать совершенно расслабленном таком режиме я прекрасно продышал вся слегка вспотел у меня заработала лимфатическая система все запустилось движение этой лимфы я получил массу эмоций впервые допустим я встретил в бару в нашем лисицу многих животных встречал там типа зайца косулю ну вот сейчас лисицу осталось волку встретить и медведя ну и вот и почему все-таки бег потому что это самое простое самое доступное из всех видов велосипед хорошо плавание хорошо но это сложно и еще бег хорош своей круглосезонностью то есть я бегу круглый год и это позволяет все время поддерживать форму хорошую то есть велосипед можно конечно зимой кататься можно сейчас кататься сейчас около 0 градусов но это будет блин как-то очень некомфортно и потом чтобы вот я так себя нагрузил как нагружаю за час бега на велосипеде но это я не знаю это час-два плюс машины плюс выхлопные газы плюс опасность в общем бег это лучше плавание хорошо конечно плавание но это надо бассейн абонемент флорка и проще привести поэтому только о какие люди привет встретил знакомых короче мысли продолжу значит велосипед бассейн все это очень хорошо но я как дополнение все-таки вот то что я сейчас начал заниматься гирями нет в гирях сравнительно легко это благодаря бегу то есть мне хватает дыхание у меня хватает пульса выносливости а то чтобы продержаться с этими гирями не было бы бега вряд ли бы я так крутил сейчас с ними то же самое касается и триатлона и этих трейлов которых я только все благодаря бегу ну трейл это конечно есть почти бег вот и вот сейчас у меня был небольшой перерыв в беге из-за травмы которые вот у меня нога упал на мопеде придавил у меня этим байком побаливает ступня левая и я бегал там один-два раза в неделю и я чувствую прямо как я теряю форму как мне становится лень выходить на пробежку в общем как-то некомфортно себя начинать чувствовать вес начинает как прибавил два килограмма так он меня и не уходит и в общем то и мне труднее было начинать бег ну вот сейчас втягиваюсь в этот режим когда бегать надо три раза в неделю и в то же время вот это вот зимний бег что не надо себя ограничивать в зимнем беге он очень хорош как раз для того чтобы можно было закалиться и стать менее восприимчив к болезням это я тоже неоднократно проявил на себе то есть если бегать только летом то это не совсем то а вот это зимний бег это конечно круговорочное поддержание своей страшные кадры за спину круговодичный бег это вот хорошее поддержание своей формы все время ну все я прибежал значит у меня получилось 14 где-то километров пусть зараза держать 120 130 на на 130 где-то средний пульс и просто вот сейчас отличное настроение от того что сделал эту пробежку ну что всем пока бегайте круглый год и начинаете в общем то не дожидаясь хорошей погоды бегать в любую погоду главное хорошо одеться защитить голову руки от холода а все остальное греется в процессе бега